Приветствую, друзья! Наконец-то мы уже давненько прошли до конца Cyberpunk 2077 вместе с DLC Призрачная Свобода. Если кто и помнит мои ролики с прохождениями, то концовки, конечно, немного грустные вышли. Но, насколько я понимаю, хэппи-энда в Киберпанге в принципе нет, так что моя еще не настолько ужасная, как могла бы и быть. И это натолкнуло меня на одну мысль – поразмышлять о том, какие еще интересные и, возможно, не такие трагичные концовки могли бы предусмотреть для нас разработчики в Киберпанге. Но, к сожалению, они не сделали этого. Ну а бонусом для тех, кто досмотрит это видео до конца, я потом расскажу о том, какую концовку получил в итоге я сам, когда проходил игру еще на релизе. И вкратце поведаю о своих впечатлениях об игре в целом. Итак, если вы еще не забыли мое имя, просто Гауэр, и давно я не записывал обычные ролики, а то все летсплеи и летсплеи. Ну, поехали! Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла... Пусть горит! Что ж, давайте пофантазируем, какие еще концовки могли бы ожидать нас в конце сюжетной линии, и поговорим о возможном альтернативном будущем мира Киберпанк и его персонажей. В одной из самых распространенных концовок перед Ви стоит выбор, оставить тело Джонни Сильверхенду, а самому отправиться с Альт в киберпространство в виде энграма. Или же наоборот, отправить туда Джонни, а самому остаться в своем теле на оставшуюся ему для жизни полгода. Но почему-то нет варианта уйти всем вместе с Джонни и Альт в сеть, а на мой взгляд, это должно было стать одним из очевидных решений. Это буквально первое, что пришло мне в голову на этой самой развилке. Итак, первая недостающая концовка. Ви решает остаться в киберпространстве вместе с Джонни и Альт. В этой концовке Ви выбирает остаться в киберпространстве с Альт Каннинген и Джонни Сильверхендом. Это решение открыло бы множество интересных сюжетных возможностей. Например, жизнь в киберпространстве. Ви становится цифровым существом, обретающим новые способности и ведение мира. Здесь Ви и Джонни могут исследовать и развивать виртуальную реальность, которую контролирует сама Альт. Они могут создавать новые миры, вступать в битву с другими эскинами и защищать киберпространство от угроз, таких как корпорации или вирусы. А Альт, как наша союзница, став частью киберпространства, Ви и Джонни могут помочь Альт в ее миссии по освобождению и защите других загруженных сознаний. Это может привести к созданию нового виртуального общества, где цифровые души живут и развиваются. В воздействии на реальный мир, Ви и Джонни могли бы использовать свои навыки для взаимодействия с реальным миром, управляя технологиями, влиянием людьми и системами Найт-Сити. Они могли бы стать легендарными нитранерами, о которых говорят в городских легендах. Ви и Джонни находятся вместе в киберпространстве, могли бы продолжать свои эмоциональные и философские дебаты, что придает глубину их отношениями и личностями. Это также могло бы повлиять на их восприятие себя и их ролей в новом цифровом мире. В общем, разработчики могли бы предусмотреть тут интереснейшего контента на целые DLC, причем с новыми необычными и уникальными игровыми механиками. Мы могли бы получить нечто в духе киберпанковской классики а-ля Трон. И кстати, изначально что-то этакое CD Projekt Red даже задумывала, но увы, из-за больших проблем с игрой на старте этим планам не суждено было сбыться. Итак, переходим к следующей фантазии, вторая недостающая концовка. Альт стабилизирует состояние тела Ви, но не может отделить Ви от Джонни Сильверхенда. В этом варианте Ви и Джонни продолжают жить или существовать в одном теле, что могло бы привести к уникальным последствиям. Ви и Джонни вынуждены научиться жить вместе, принимая решения и справляясь с проблемами как единое целое. Это создает динамический дуализм, где каждый из них вносит свои перспективы и навыки в разные ситуации. DLC с новым набором побочных квестов, в этом случае разработчики могли бы добавить полноценное новое DLC, где Ви и Джонни после концовки основной сюжетной линии исследуют новые стороны своей совместной жизни в одном теле. В новых квестах могли бы быть реализованы уникальные задачи, требующие их совместных усилий, будь то схватки с врагами, расследования или спасательные миссии. Или даже острые споры Ви с Джонни с борьбой за контроль над телом, что могло бы приводить к неожиданным последствиям прямо во время выполнения квестов. Также можно было бы добавить побольше брейндансов, которые бы в своем стиле комментировал Джонни. А то в оригинале такая классная игровая механика применяется прям таки преступно редко. Также Ви и Джонни могли бы стать еще более влиятельными фигурами в Найт Сити, используя комбинацию своих знаний и навыков для достижения целей. Это могло бы привести к новым союзам и конфликтам различными группировками и корпорациями, быть может оторвавшись бы еще разок на концерте самурая. Также могли бы получить уникальную сдвоенную романтическую линию, где бы Ви развела отношения с Панамну или с Джуди, а Джонни еще раз бы попытался завоевать бестию. Пикантной изюминкой стал бы тот факт, что им бы пришлось для этого использовать одно и то же тело по очереди. Периодический комментарий Джонни добавляет юмора и философских размышлений в игровой процесс, делая его более насыщенным и разнообразным. Игрокам представилось бы больше возможно и глубже исследовать психологические и моральные аспекты личности Джонни и Ви. Переходим к последней в моем символическом топе, третьей гипотетической концовке. Ви соглашается на предложение офисной спокойной работы с Ридом. Эта концовка предлагает радикальный отход от привычного образа жизни Ви. Новая жизнь без имплантов. Ви приходится отказываться от своих имплантов, а точнее смириться с невозможностью их дальнейшего применения и вести обычную жизнь в офисе. Это поднимает вопросы о том, как человек, привыкший к жизни на высоких скоростях и высоких ставках, адаптируется к более медленному, скучному и предсказуемому существованию. Ви и Рид становятся коллегами, работая вместе в офисе. Это может привести к интересным взаимодействиям, где они решают корпоративные проблемы и участвуют в интригах офисной политики. В этом сценарии могли бы быть множество сюжетных линий, связанных с внутренними конфликтами и этическими дилеммами. Также, возможно, даже хватило бы на мини-ДЛС с мирными квестами без боев, но с обилием ветвистых диалогов. Даже оставив жизнь наемника позади, Ви все равно остался бы в курсе событий в Найт-Сити. Возможно, старые друзья и враги стали бы искать Ви, что привело бы к интересным встречам и испытаниям. Ви мог бы найти новый смысл жизни, развивая отношения с коллегами, участвуя в благотворительных проектах или даже нашел бы новые хобби, о котором раньше и не думал. Это могло бы показать другую сторону Найт-Сити, менее известную и менее опасную, но все еще наполненную своими уникальными вызовами. Добро пожаловать в жизнь обычных, простых людей, как сказала бы Мисте. Каждый из этих выдуманных, предполагаемых мной концовок, добавил бы глубину и разнообразие в мир Киберпан 2007. 2007. Представляя игрокам возможность исследования новые аспекты жизни Ви и Джонни, а также и самого Найт-Сити. Ну а теперь, как я и обещал, расскажу, какую концовку в Киберпанге получил я сам. Так как на протяжении всей игры я активно развивал отношения с панам, то на ключевой развилке я решил позвонить ей. В итоге она сама и весь клан Альдекальды бросились сразу же мне помогать. К сожалению, это привело к ряду смертей некоторых хороших персонажей. Случился даже один момент, где я чуть не пожалел о своем решении. Когда сражался с Адамом Смэшером, он ударил панам и она упала. На мгновение я подумал, что она погибла, это было больно, но к счастью, панам не пострадала. Кстати, по поводу Смэшера, немного разочаровало то, как плохо раскрыт в игре этот персонаж. Вы сталкиваетесь с ним за все время буквально пару раз. Не до конца понятна его судьба, его жизненный путь и мотивация. Этакий злодейский злодей для галочки, больше воспринимается как декоративная легендарная страшилка. Но убери его из игры совсем, абсолютно ничего бы не поменялось. Пощадить его в конце или добить, также не несет в себе никаких последствий. Предположу, что в первоисточнике, настольной игре, он играет более важную роль и раскрыт лучше. Но вот конкретно в Киберпан 2077 его роль и значимость весьма сомнительная. Но это я отвлекся, возвращаясь к моей концовке. В итоге, я добил Смэшера, ибо он очень себя плохо вел. А при финальном разговоре с Альт, я решил оставить Джонни в киберпространстве. Пускай с ним там дальше Альт сама отношения выясняет как хочет. А тело, как и заслуженно, вернуть Ви, ну по крайней мере на тот срок, который ему в итоге остался для жизни. Учитывая повреждение ДНК от работы биочипа. Что же касается DLC Призрачная Свобода, то с Сойкой у меня все вышло следующим образом. Я ей очень симпатизировал поначалу и пытался помочь. Даже слил Рида ради нее, не став ее взламывать в моменте с нейроматрицей. Но вскоре выяснилось, что она знала это с самого начала, что лекарства хватит лишь для одного и врала Ви. В общем, я огорчился. Позвонил Риду и слил ее в этот момент, но вроде как она осталась жива и в итоге при таком раскладе. После того, как я получил описанную выше концовку, решил посмотреть еще одну альтернативную концовку. Загрузил сейв перед финальным основным квестом и позвонил Риду. Ви вылечивается, но теряет возможность применять импланты. Обидно. К тому же два года проводит в коме. И почти все его забывают. Да, да, я еще решил попробовать пройти на эти концовки, как вы помните, которых мы проходили в летсплеях. Даже по нам не берет трубку. Лишь рипер Виктор пытался помочь решить проблему с имплантами, но так и не смог. Без имплантов Ви уже не тот. Даже какая-то шпана по шапке надавала. Такая безнадега там ощущается в конце. Разве что финальный задушевный диалог с Мисти лучик надежды. Итак, мои впечатления. Резюмируя могу сказать, что игра мне очень понравилась. Не зря я ее долго откладывал. Ее нынешнее техническое состояние выше всяких похвал. Багов почти не осталось. Игровые механики были дополированы до отличного уровня. CD Projekt Red таки смогли повторить воскрешение из пепла, какое в свое время продемонстрировали разработчики No Man's Sky. Многие сюжетные и побочные квесты очень круто режиссированы. Заказы фиксеров несколько примитивны, но в целом каждому заказу таки придумали более-менее адекватную предысторию. А DLC призрачная свобода так вообще вывел эти заказы на качественный новый уровень, превратив в почти полноценные многоступенчатые побочные квесты, порой даже с неожиданными поворотами. Из минусов, как же без них, явно бросившись мне в глаза, я бы отметил следующее. Бесконечно генерируемые события, стычки с преступниками, гонки и угоны авто. Такой себе контент, конечно. В крайней степени примитивный и очень быстро надоедает. Лютейший грин для прокачки оружия прям таки в лучших традициях Ubisoft. Благо еще донатной хрени тут нет. Ну а главным подчеркивающим минусом я лично считаю крайне малое количество брейндансов. Мне очень понравились квесты с расследованием, где был предусмотрен просмотр и анализ брейндансов. Считаю, что CD Projekt Red стоило активнее развивать это направление. Эта механика могла бы стать одной из главных в игре наравне с боями. В итоге я бы поставил игре восьмерку из десятки. Если кто-то до сих пор откладывает киберпанк, то думаю, что момент уже настал. Игра полностью созрела. Вот так как-то, друзья. На этом все. Что думаете вы и какое ваше мнение? Стоило ли оно того? Хотелось бы вам таких концовок? Ваше мнение оставляйте в комментариях. Если видео было полезным, то обязательно ставьте лайки. Также подпишитесь на мой канал. Также не забудь подписаться на Рутуб и ВК-сообщество. Там я тоже выкладываю ролики. Отдельно благодарю каждого из вас. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok